Папа его шастает в халате, Я в Москве с киркой уран нашел. При такой повышенной зарплате Не сдается мне, что люди врут. Он нарочно ничего не ищет. Для чего? Ведь денежки идут. Всем привет! Экспромтом, так сказать, решил записать ролик, а то тут уже все пылью покрылось. Ну, в основном скажу, что новенького появилось. Тестовая версия. Может кому-то что-то тут и понадобится. Так, пофиксил. Аудиолип номер один. Оказывается, там немножко слетело. Ну, и заодно проверил, поменялось что-нибудь в лучшую сторону или нет. Ну, в итоге, если установить последнюю версию платформы ESP32, по-моему, 2.0.14 я тестировал и самую последнюю версию библиотеки, то более-менее все играет. И звук, кстати, мне почему-то показалось даже такой более сочный и получше. Но, так как библиотека играет все на одном ядре, соответственно, некоторые тормоза и заикания никуда не делись. Но, во всяком случае, кто желает, может протестировать. Также библиотека, в отличие от второй, не различает потоки. MP3 и AAC автоматом. Поэтому, так, карандаш какой-нибудь тут, или ручка, так. Видите, вот написано Высоцкий и в скобках AAC. То есть и цветом различается. Эта метка, если у вас используется AudioLip 1, то эта метка как раз используется, чтобы переключался, библиотека переключалась на этот поток. Иначе он просто зависнет и все, и ничего не будет. Вторая библиотека все автоматом различает. То есть, в общем-то, это надо только для первой библиотеки. Если, ну, вдруг решите протестировать. Или, может, вам больше она понравится. Потому что, если, как бы, сильно не нагружать там всякой ерундой. Там UDP, NQTT и все остальное. То, в принципе, может... Ну, как я говорил, мне показалось... Ну, субъективно у меня, как бы, слух-то не особо прямо. Но показалось, библиотека более сочная. Но, судя по количеству в библиотеке, там, на гитхабе замечаний, похоже, библиотека уже не сопровождается. То есть, слишком много. Автор, вроде, не отвечает. Ну, то есть, скорее всего, это дело тормознулся. На данном этапе. Ну, основной вариант, как я и говорил раньше, использовать библиотека номер AudioLib2. Ссылки все в сеттинг и под роликом на библиотеке есть, на гитхаб. Можете экспериментировать с версиями. Ну, еще раз напомню, что надо установить сначала все библиотеки из... Можете сразу попробовать, но, если у вас что-то не идет, берете все библиотеки из моего архива и устанавливаете данную версию, которая рекомендуется. Если что-то у вас не идет, ну, тогда пишите нам на почту или в комментарии. Так, по аудио вроде все. А, подкорректировал FM-радио. Тоже там слетело. Для кого актуально было, можете посмотреть. Дальше. Для датчика инфракрасного управления дистанционным пультом поменял... Ну, давно это просилось, но тут в конце была переписка. решила, раз уж коснулась, решила переделать. Теперь в setting control, то есть его посмотреть, define pin ir, осталось только... добавилось define ir cmd count. то есть сколько команд будет в файле ik.txt. Все эти команды, вот если мы указали тут 15 команд, значит их должно быть не больше 15, без учета кнопок. ну, ну, скажите, 20, ну, будет 20. Но суть в том, что сколько указано, сколько он и загрузится, все остальные будут игнорированы. Ну, и слишком много тоже не надо указать тому, что это, ну, память загружает. все это в память. Все. Ну, то есть, можете, скажем так, в runtime почти практически поменять свои настройки, какие команды, команды берутся в hls или pdf там найдете, и перегрузить, или там есть команда перегрузить без, перезагрузить конфиг. И эти команды будут актуальны. То есть, не обязательно теперь перепрошивать что-то. Можете экспериментировать. Вот, например, тут команда, для примера, команда play, играть четвертый канал третьего плейлиста пять минут. Или запустить таймер на пятнадцать минут. Ну, вот, как пример. Играть в бэкграунде. То есть, та же команда play, только бэкграундом играть. Так, все по инфракрасному. Вроде все. Дальше идем. Что добавилось? Сейчас. Установлю. Добавил у нас настройка define http photo. Файл конфиг. Появились настройки. Вот видите. URL.jpg1, URL2.jpg, URL3.jpg. Т.е. Это уже такая вещь была для EPD, которая 47 на 4,7 дюйма черно-белой и инковского версии. Загружать. Теперь, в общем-то, и здесь. флешка. Т.е. Т.е. теперь флешка. Вот я ее утаскивать не буду тоже. Ладно. А то еще перегрузится. Т.е. теперь фотки могут загружаться из сети. Укажите. Вот у меня одна версия. Допустим, у меня тут есть Raspberry Pi. Стоит папку указываем. Одна версия для 1.10. Стоит simple web. Тоже я уже показывал в предыдущем. Ну и вторая для теста на телефоне стоит веб-сервер. Принцип такой, что если у вас Define Http стоит как вот я и сказал вот это Http фото стоит то будет сначала первый потом второй пробовать потом третий если не получилось если у вас есть SD карточка тогда будет обращаться к SD карточке если pin SD не определен ну значит будет вот так вокруг выходить попытки делать так время слайд-шоу в принципе тут в конфиге указывается так вроде с этим все дальше Define Телеграм Телеграм но так как при опять же вот если UDP MQTT и была версия еще когда год назад первый раз его взял то периодически Телеграм отвалился ну решил давно висела библиотека Телеграм асинк асинклип было 1 асинклип теперь асинклип 2 стала называться ну думал асинхронная но значит если сказать выводы то не лучше порой даже хуже так же не так же отваливается если у вас есть аудио и только без UDP то телеграмма асинк периодически отваливается но она более тяжелая на джонсон джессон основан а телеграмм фаслип которая то вроде как бы даже более-менее нормально было и час и полтора телеграмм я играла и ни разу коннект с телеграмм не потерялся но и один нюанс Wi-Fi у меня прием передачи данных отключена МКУТТ тоже отключен то есть управление только через телеграмм вот как видите менюшка а ну да еще пару слов если будете пробовать телеграмм асинк просто я разные версии не пробовал я как бы попробовал на 1.04 и на последний но возможно она будет на каких-то версиях и лучше поэтому ну я оставил может в перспективе там еще она будет поправиться что-то лучше но суть в том чтобы определить меню мы немножко по-другому про телеграмм тут я уже рассказывал ролики а здесь определяем кнопки первую, вторую, третья это первый ряд пишется команды опять же с Excel файла или с PDF смотрите какая вас команда интересует второй ряд соответственно пишите видите R2, R2, R2 R2 и кнопка по порядку 1, 2, 3, 4, 5 и третий ряд то есть всего три ряда по пять кнопок можно меньше можно больше не получится ну я думаю этого достаточно так ну все а дебаг была команда дебаг ну там ну слишком многое стало сыпаться в порт информации которая в общем-то и не нужна часто то есть она больше мне даже нужна и для тех кто мне пересылает лог файл то есть если дать если у вас дебаг определен файл и дать команду если у вас по умолчанию файл стоит dbg так сейчас найду сам начальник сверху покажу чтобы уже было видно вот дебаг где bull dbg false то есть если у вас стоит файл то соответственно в порту будет очень мало информации ну основано при загрузке и там чуть-чуть что-то будет проскакивать если сериал порт написать dbg то он поменяет информацию на обратно если у вас был файл то станет истина если была истина станет ложь то есть отключится либо включится ну и так вот можно надоело или там уже не надо информации дать false ну значительно меньше будет в парку забиваться ну и если играет у вас и тут все накручено вершина то и вывод сериал порт не лучшим образом сказывается на производительности ну и соответственно и код увеличивает уменьшает память и увеличивает флеш в прошивке так да еще define qt стал один можно выбирать теперь было там нельзя было выбирать теперь можно если стоит один то будет esp32 но на esp32 можно и 1 и 2 на esp8266 только один соответственно один это папсуб клиент а sync можно использовать под номером 2 и на esp32 и 8266 ну то есть тоже тут надо подбирать чисто индивидуально у кого какой набор библиотек сенсоров и все остальное все это я проверить не могу так ну вроде все будут замечания там пожелания пишите в комментариях или напущу все всем пока а и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok